В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Меняется состав городских избирательных комиссий. ОСА объявляет борьбу с неправомерными действиями дорожных полицейских. Лунная походка карагандинского Майкла Джексона. Кто на новенького? Накануне в городском Маслехате прошли выборы в местные избиркомы. Положенные по закону пять лет срока полномочий истекли. И настало время для смены составов городских избирательных комиссий. За всем процессом внимательно присматривали независимые наблюдатели и наша съемочная группа. По выборам депутатов городского Маслехата результаты голосования за единый голос. Внеочередная сессия сегодня сплошь выборная. Народные избранники в этот день сами в роли избирателей. Срок полномочий городских избирательных комиссий истек. Потому новичков стали выбирать из почти полутора тысяч кандидатур. Восемь политических партий и две общественные организации предложили людей на вакантные места. Однако отбор прошли не все представленные кандидаты. Представленный ОМИР Добра список кандидатур на рассмотрение сессии городского Маслехата не выносится. Так как не соответствует требованиям пункта 2 статьи 10 Конституционного закона Республики Казахстан. В связи с тем, что количество кандидатур от политических партий составляет 8 кандидатур, предложение ЛАЭКТИОМИР по включению кандидатов в состав городской территориальной избирательной комиссии выносится на рассмотрение сессии не будет. Один из главных атрибутов прозрачных выборов в опечатанном виде вынесли под пристальным вниманием независимых наблюдателей. Те никаких нарушений не заметили. Все этапы выборов прошли как полагается. В 29 окружных и 114 участковых избирательных комиссиях количество предложений от политических партий соответствовало числу вакансий. Потому 7 кандидатов выбирали открытым голосованием по спискам. Тайный выбор пришлось сделать по городской территориальной окружной избирательной комиссии номер 4 и по 45 участковым избиркомам. Там в списке предложенных от партий со в кандидатур людей было больше, чем положено. Как говорится, восьмой лишний. Всего вышло по 47 бюллетеней на каждого избирателя. Свои голоса после разъяснения председателя счетной комиссии депутаты отдавали, кто в специально оборудованных кабинках, кто прямо на местах. Время собирать с бюллетеней настало через час с лишним. Еще столько же потребовалось для подсчета результатов. Итоги выборов оглашали публично. Избирательная комиссия номер 33. ОСДП за 2 голоса. КПК 23. Партия ООИЛ 23. За остальные партии будут 24 голоса. Таким образом, также за исключением ОСДП. Избирательная комиссия номер 34. ОСДП за 2 голоса. КПК 22 голоса. За остальные 24 голоса избранных. Таким образом, также за исключением ОСДП. Избирается комиссия семи партий. Счастливую партийную семерку определили большинством голосов. Ее вы сейчас видите на экране. За всем избирательным процессом внимательно приглядывали наблюдатели от нескольких политических партий. Представитель от филиала общенациональной социал-демократической партии, которая набрала в это день наименьшее количество голосов, не стал давать комментариев. Свою точку зрения по поводу состоявшихся выборов высказал первый секретарь областного филиала Компартии. На этой сессии я был наблюдателем. От начала до конца я не отходил ни от урна, ни все. Все проходило демократически. Все было показано. На все замечания сразу же реагировали. Все проходило нормально. Как и положено, по закону результаты выборов депутаты отразят в решениях городского маслехата. Их после прохождения регистрации опубликуют в СМИ. Сегодня мы вновь обращаемся к проблеме матери-одиночки, которая ищет справедливости и пытается получить зарплату за 6 месяцев, которую ей не выплатили. А все началось еще в феврале этого года, когда забастовали строителей в 14 микрорайоне Майкудука из-за задолженности по зарплате. Любовь Курмашина была среди них. Что из этого вышло, вы узнаете из следующего сюжета. Это строительная площадка, на которой работала Любовь Курмашина. Ей 40 лет. Она воспитывает 9-летнего ребенка. Мужа похоронила 3 года назад. Полгода работала уборщицей, но заработную плату ей так и не выдали. По словам женщины, последнее время заправлял всеми делами человек по имени Ерлан. К февралю месяцу 2014 года строителям, работающим на возведение жилого 325-квартирного дома в 14 микрорайоне Майкудука по государственной программе «Доступное жилье» почти 4 месяца не выплачивали зарплату. Тем, кто возмущался, просто говорили «Покиньте площадку, других наймем». Ситуация стандартная. Строители реагировали адекватно, штрейкбрекеров на стройку не пускали и требовали оплату. Но, увы, ничего не добились. Ни с чем осталась и любовь Курамшина со своей маленькой дочерью. В 2013 год стройка началась по госпрограмме. И, значит, пригласили меня уборщицей. В декабре месяце начали бастовать рабочие. 80 человек без договора работали. Договор завтра, послезавтра, завтра, послезавтра. Ну вот без договора отработали, они забастовали, всех выгнали. Не уволили, ну как, выгнали и все. Заказчик казахстанской ипотечной компании рапортовала, что деньги на строительство выплачены в полном объеме. Вот только 80 человек работали без заключения договоров. В их числе и любовь Курамшина, простая уборщица. Она должна была ежемесячно получать по 25 тысяч тенге. Однако нет ни обещанных денег, ни руководства, которые вовсе не могут найти. Сейчас на данном месте работают уже другие люди, и начальство поменялось. У женщины проблемы со здоровьем, перенесла операцию. Как жить дальше, она не знает. А главное, работы ведь не боится. Добрые, отзывчивые люди, если бы могли, вот так вот, я ни от любой помощи, ни от какой не откажусь. Есть же люди, вот живут хорошо, девочка практически, вот дочь моя, раздетая. Я не знаю, мне бы вещи там, что, как, люди же добрые есть. С точки зрения законности нет договора, нет и спроса с работодателя. Но с точки зрения нравственности, порядочности, как этот беспредел можно объяснить? Но, может быть, правоохранительные органы заинтересуются, куда делись деньги, выделенные на зарплату рабочим? Ведь ее не получила не только любовь Курамшина. И почему не заключались договоры с работниками? Почему использовали неквалифицированный труд? Если бы нашелся человек, который бы ответил на все эти вопросы, то и любовь Курамшина, наверное, получила бы свои честно заработанные деньги. А пока она просит помощи у милосердных людей. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. На борьбу с госслужащими, использующими служебные автомобили в личных целях, вышли дорожно-патрульные полицейские Караганды и представители карагандинского областного филиала партии «Нур-Утан», передает корреспондент Бениус Кизет. В Караганде намерено бороться с госслужащими, использующими служебные авто в личных целях. Правда, как будет определяться, едет чиновник по государственным делам или по личным, не очень понятно. В маршрутный лист можно вписать любое направление. Но, тем не менее, специализированные рейды по пресечению фактов нецелевого использования госслужащими служебных автомобилей будут проводиться в Караганде регулярно. Учитывая, что привычка ряда сотрудников госаппарата использовать служебный транспорт в личных целях имеет по республике эпизодический характер и беря за основу, что в Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях нет нормы, которая позволяла бы привлекать таких граждан к административной ответственности, партия «Нур-Утан» создала проект «Стоп-Умыс» – «Стоп-правонарушения». Партийцы считают, что если административная ответственность за использование служебного авто в личных целях законом не предусмотрена, то есть партийная ответственность, которая вытекает в форму дисциплинарной ответственности, то есть повлечет выговоры и неполное служебное соответствие. В законе о государственной службе и Кодексе чести государственных служащих четко сказано об обязанности бережно обращаться с государственным имуществом и сохранять в надлежащем состоянии его должный вид. Бережная эксплуатация служебных машин и их использование по прямому назначению как раз входит в эту трактовку. Так считает заместитель председателя областного филиала партии «Нур-Утан» Кадиша Успанова. Мало того, скоро на госномерах, которые выдаются на машины административных работников, исчезнет уважаемая госавтоинспекторами серия АА. Чиновник будет вместе с народом. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Костюм ведущему предоставил салон мужской одежды «Эмилио». Спонсор показа «Галакси Групп». Производитель продукции торговых марок «Алюгал» – «Галвин Херкюль». Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия «Профиль Галлтек» 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль Стандартная система «Профиль Галвин» Профиль Галвин 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система «Стандарт» относится к классу А А значит, полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия «Эксклюзив» Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб Махагон Мореный дуб Темно-коричневый Орех И серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин Морозостойкий, надежный, прочный Сними на камеру неправомерные действия сотрудников дорожной полиции И получив подарок видеорегистратор или говорящего хомяка Как только руководитель общества содействия автомобилистам ОСА объявил необычную акцию среди жителей нашей республики К нему стали приходить различные ролики с беспределом на дорогах Но и появились на личном сотовом телефоне угрозы и оскорбления Николай Кровец все видел собственными глазами Этот инспектор должен сидеть в тюрьме, безусловно Потому что все дело им сфабриковано В общество содействия автомобилистам ОСА продолжают обращаться недовольные карагандинцы Тут и конкурс весьма кстати решили провести среди казахстанцев С 1 апреля об этом официально сообщили в интернете Тема, как считает руководитель организации Руслан Лазута, очень простая Карагандинцы должны снять на свои сотовые телефоны работу сотрудников правоохранительных органов Принимается абсолютно все, как героические поступки гаишников, так и их неадекватные действия После того, как мое видеообращение было выложено ребятами Начали поступать первые отклики От положительных до крайне негативных И присылались и какие-то смски И с поддержкой, и с угрозами И в общем, кем нас только там и не называют К подобным неприятным моментам руководитель общества уже привык Ему неоднократно угрожали и хотели научить родину любить Первые видеоролики стали поступать уже с начала объявления акции Прислали забавные диалоги с представителями ГАИ Участников дорожно-транспортных происшествий В интернете все материалы будут опубликованы в один день 1 мая В этом конкурсе решил принять участие и сам Руслан Лазута Он хочет выиграть видеорегистратор Я тоже свой ролик отослал ребятам Пусть его публикуют Тут понимаете, в чем фишка В том, что сфальсифицировать крайне тяжело На это невозможно, потому что эта информация, она каждый день меняется и она онлайн То есть в ютуб накрутить какие-то голоса или просмотры очень тяжело Уже подготовлены подарки для победителей За первое место предусмотрен видеорегистратор для автомобиля За второе можно получить говорящего хомяка Который, как попугай, повторяет все слова дорожных полицейских А третьему победителю достанется презент от известной мебельной фабрики нашего города Николай Кровец, Айден Жакан Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский В качестве альтернативы международному февральскому празднику Дню влюбленных Казахстанские организаторы предложили свою дату 15 апреля, посвященную Козы Курпеши Баян-Сулу Хотя День Святого Валентина прижился, особенно в молодежной среде Многие продолжают относиться к нему скептически Поэтому и был предложен праздник с национальным колоритом Мы узнали у молодежи, насколько они осведомлены об этом празднике 15 апреля в Казахстане решили праздновать День влюбленных Этот праздник связан с исторической любовью Козы Курпеши Баян-Сулу Которая рассказана в народном казахском эпосе 13-14 века Это очень трагичная, красивая, нежная любовь На основе этого в 2011 году решили установить дату проведения праздника Этому особое внимание уделяют молодежь Поэтому Алматинское местное городское управление по вопросам культуры и молодежи Приняли решение внести это событие в ежегодный календарь Мы поинтересовались у жителей нашего города Что они знают про этот праздник? Казахский праздник Дня влюбленных Ничего не знаю особо Ну это из сказок там влюбленная пара Которые не воссоединились такие, как обычно Эпос, где не казахский, а влюбленных Что еще можно сказать? А вы вообще отмечаете этот праздник? К сожалению, нет Ну, День влюбленных отмечают уже давно И этот праздник сегодня шли Козы Корпеш и Баян Сулу Он как бы только вот недавно Он еще как бы не вошел Не вошел, да Еще люди как бы не привыкли отмечать Его снова все отмечают 14 февраля Я еще не знаю Не праздную Вы даже не знаете, что есть такой праздник Козы Корпеш и Баян Сулу Да, у меня один праздник Новый год только Баян Сулу и Козы Корпеш Эта легенда нам показывает, как нужно любить Это пример То есть в наше время еще есть любой Ну да, мы каждый день, видимо Вот можете по улице идти Видеть, как там парни или там девушки Друг другу вот Какие-то бабушки с дедушкой Которые идут Которые до сих пор друг друга любят Ну, поступки красивые совершают Они воссоединились? Нет Другие сейчас пока нет, да Они сейчас живы? А, в реальной жизни, кажется? Да Чествование Козы Корпеш Баян Сулу 15 апреля Это не просто перенос даты на другое время Это историческое событие День влюбленных должен стать Особенным для жителей Казахстана Он направлен на чистое и светлое отношение Между влюбленными Это праздник целомудрия красоты Национальных героев День влюбленных в Казахстане Приходит в самом рассвете весны Когда все начинает свистеть И распускаться Как любовь, нежная Как первые цветы Жезерат Драимова Габидин Грушпех Бахтер Успанов Первый Карагандинский В Караганде появился двойник Майкла Джексона Это 21-летний адлет Калиев Танцевать лунной походкой Как американский король поп-музыки Парень научился самостоятельно И сегодня он продолжает удивлять Жителей шахтерской столицы С ним встретилась и наша съемочная группа Танцевать как Майкл Джексон Карагандинец адлет Калиев Стал еще в детстве Это увидели не только родственники парня Но и в школе для словослышащих людей В которой он учился Адлет говорит, что не стремится копировать Стиль известного американского певца Он только танцует как любимец многомиллионной публики И это у него прекрасно получается Все движения адлет выучил самостоятельно Без хореографических уроков Никто не учил, я сам как бы сам учил Я сам все обучаюсь Самостоятельно все развиваюсь Потому что не все учителя могут со мной обращаться Потому что я только читаю по губам Они как бы сложно со мной обращаться Они не могут говорить, что им нужны знать Потому что учителя сложно понимать мое мнение Одно из любимых движений Которое у него получается лучше всего Это лунная походка Майкла Джексона Ее сегодня хотят научиться выполнять Многие поклонники короля пуп-музыки Правда не у всех она получается Так считает Адлет Калиев Парню из Караганды удалось за несколько недель Выучить самую сложную и легендарную технику Танцор Адлет Калиев активно участвует в различных музыкальных конкурсах республики В прошлом году он поехал на мегапроект «Желудый сад», в котором дошел до полуфинала Сейчас двойник Майкла Джексона планирует открыть школу уличных латиноамериканских танцев Возможно, что его увлечение в скором будущем станет профессией на всю жизнь И в завершении выпуска еще об одном Сегодня в департаменте по чрезвычайным ситуациям прошли 9-е областные соревнования по мини-футболу Посвященные памяти погибших пожарных гарнизона противопожарной службы В спортивных баталиях принимали участие 26 команд Подробности далее Под звуки гимна Республики Казахстан торжественно объявили соревнования по мини-футболу открытыми Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям области Проводит данное мероприятие вот уже девятый раз И каждый год пожарные спасатели со всей области собираются здесь, чтобы почтить память погибших своих коллег Вот и на этот раз 26 команд из пожарных подразделений Карагандинской области Принимали активное участие и показали высокие результаты в самом распространенном виде спорта Сегодня проводятся мероприятия соревнований по мини-футболу 26 участвует, 26 команд Проводится это уже девятый раз На сегодняшний день мы проводим это согласно наших департаментов по чрезвычайным районам области 10 парней, 10 стражей огненного фронта отдали свои жизни, исполняя служебный долг Все они были настоящими героями Сегодня вспомнить о героических подвигах своих бывших коллег пришли и молодые пожарные Среди них Олег Бабинов, который четвертый год участвует в соревнованиях Участвую на соревнованиях уже четвертый год Сам с части спецотряд Постоянно помним и чтим память погибших пожарных С нашей части есть Артем Новиков Каждый год проводим соревнования в честь погибших Боремся за первые места Сотрудники службы пожаротушения в памятную встречу пригласили родственников и детей героев-спасателей Ведь их отцы и братья погибли, выполняя свой профессиональный долг Все собравшиеся минуты молчания почтили память погибших солдат Это были все новости на сегодня Спасибо за внимание Аман Сау Болымсдар